Всем привет! Сегодня я сниму для вас видео о своих бубнушечках. Если вам интересно, какими бубнушечками я пользуюсь, то давайте смотреть. Давайте же приступим. Вот все свои помады я поместила в вот такой вот лоточек. Так что давайте, наверное, с вами начнем с карандашиков. У меня их всего лишь два, я особо не пользуюсь. У меня карандашики от Very Me, Ariflame молодежной линии. Чаще всего я использую более такой натуральный оттеночек к моим губам. Следующим карандашиком будет вот такой вот. Вот этот оттеночек. К нему я прикупила помаду. Вот мы плавно и переходим к помадам. Это вот такая Эванская помада Леззи. Вот, вот так вот она выглядит. Такой красивый оттеночек. И вот на нее сводчик. Еще ярче сделаю. Оттенок икона стиля в этой помаде. Следующими моими любимицами помад. Давайте тогда, наверное, начнем с помадой Avon смотреть. Мои любимицы тогда. Это вот такая вот линейка помадок с эффектом объема. Эти помады у меня в оттенке нектарин. Вот эти вот помады. Вот это оттенок нектарин. Так выглядит сама помадка без упаковки. Так выглядит цвет нектарин. Сейчас сделаю сводчик. Вот так он выглядит на губах. Да, он такой шиммерный, но мне очень нравится. Хорошая помада. Прилично держится на губах. Достойные помадки. Мне очень-очень, честно говоря, нравится. И с этой же линии объема у меня помадка в оттенке икфризе. Такой вот. Это вот такой розовый, морозный такой оттеночек. И вот так вот он выглядит. Следующая помада это в натуральном оттенке. Более бежевая. Такая помада, она более кремовая. В кремовой текстуре. Ее практически не видно на губах. Она дает только лишь такой натуральный, придает натуральный оттенок губам. Следующими помадами моими это будут, давайте, наверное, помады от Арифлейм. Это, как говорится, остатки сладкие любимчики. Это осталась вот такая вот помадка. 100% цвета. Это бюджетная помада Арифлейм, но мне нравится она за ее суперский цвет. Вот так она выглядит. Видите, она кремовой текстурой, поэтому очень травмируется сильно эта помада. Вот так она выглядит. Сейчас сделаю сводч. Это такой припеленный оттенок. Называется винтажная роза. Камера немного передает ее более яркой, но она более такая припыленная. Хороший оттенок. Мне очень нравится и подходит. Очень классно увлажняет. И, как видите, от одного прикосновения уже есть оттеночек этой помады. Очень супер. Мне нравится за ее копейки. Следующая помадка это Giordani Gold. Вот такая вот. Я так понимаю, эту линейку уже сняли, но мне очень нравится этот оттенок. Оттенок балерина Pink. Вот так она выглядит. Очень хорошо, что у меня еще остался пробник этой помады, поэтому еще на какое-то время мне потом ее хватит. Вот так выглядит сводчик на голову. Такой розовый, холодненький оттенок. Холодный. Он такой, знаете, вот вроде бы и теплый розовый, но холодный за счет мелких блесточек серебряненьких. Очень классный. Мне нравится. Особенно вот весна-осень. Я им вот этой помадой очень обожаю пользоваться. Но так как ее сняли с производства, теперь я немножко буду ее экономить. Тем более у меня он куча других помад, которыми я могу пользоваться. Поэтому эту немножко на режим экономии оставлю. Следующая помада, это будет помада от Essence. Вот такая вот помадучка ихня. Это более такая линейка помад, я бы сказала, помады... Блеск в помаде. Во! Вот так даже. Вот так. Кисьё. 43-й оттенок. Вот так она выглядит. И вот сводчик к этой помаде. Как видите, это такая вот яркая розовая с мелким серебряным шиммером. Как я уже сказала, это просто помада блеск. Она не так тонирует губы, как предыдущие. Она более дает такой вот, ну, блеск. Честно, блеск в помаде вот. Вот так. У нас в Украине начинают пропадать стенды с этими помадами. Поэтому, думаю, тоже немножко пока ее приберегу. Потому что иногда так хочется, чтобы помада была более блеск, не липла. Но и что-то было такое на губах. Поэтому, да, приберегу ее. Это у меня был тестер, который я получила при покупке, там, помады, карандаша, корректора и тональника. Я получила в подарок вот эту вот помаду. Вот она у меня. Одна у меня уже закончилась в первом оттенке, по-моему. А вот эта вот осталась. Следующая помада, это будет вот такая помада Иичко. Фирму я не помню. Честно, это покупала в обычном магазине. В каком-то... Это вот такого цвета помадка. Да, это самая дешевая, но мне очень просто понравился цвет. Вот. Вот такой оттенок от одного прикосновения. Тоже очень мягкая помада. И, как видите, тоже ломается из-за своей мягкоты. Но очень она приятная на губах. Очень-очень приятно ощущать эту помадку на губах. Классная она лето. Вообще. Ну, короче, суперская помада. Ну, не суперстойкая, конечно, но... За те копейки, которые я купила, ее ей простительно, честно. Следующая помада от фирмы Floor Mars. Линейка Selection. Вот так вот помадка сама выглядит. Очень классный золотой такой оттеночек. Как вы видите, в нем очень много-много-много шиммера золотистого. На губах она просто сверкает. Это такой суперский оттенок. Очень плотно, очень плотно. Честно, покрывает губы, не вылазит за свой контур. За свои деньги это просто шикарнейшая помадка. Поэтому советую присмотреться к их ним помадкам. А следующим продуктом, бальзамчиком для губ будет Эйвенский. Не помню, что это был за блеск, как он назывался. Ну, сам факт того, что он вот такой вот тонированный. И вот видите, такой оттенок. И классно в нем то, как он смотрится на губах. Ну, это просто шикарнейшая помада. Посмотрите, какой оттеночек. На губах, можно сказать, он смотрится практически так, как вот это в тюбике. Суперский, блин. И стойкий очень. Вот этот бальзам, я довольна. Если бы я знала, что это за бальзам, если он был еще сейчас, я бы его взяла, не задумываясь. И тем более, что, знаете, бальзамы это копеечные. Просто бальзамчики суперский. Вот следующий бальзам от Эйвен. Он уже более такой дорогой. Как видите, вот в таком он был в бежевом оттенке. Он дает легенькое покрытие губам. Как бы их выбеливает. Ну, такого, чтобы увлажнение от него или еще чего-то не ждите. И, по-моему, эти бальзамы тоже уже сняли с производства. Я заказывала до Нового года. Это точно, я помню его. Или весной, прошлое, что-то такое. Короче, от него ждать особо нечего. Он не увлажняет, только вот это выбеливает. Ну, так, знаете, на время дает скольжение губам. И все. Больше никакого от него толку, я бы сказала, нет. Следующий бальзамчик. Это будет уже вот такой вот Лип Спа Терапи от Арифлейм. Вот такой длинный. Это тоже легендарный бальзам Арифлейма. Сейчас их стали делать в разных оттенках. Вот так он выглядит. Для меня он, конечно, сильно яркий. Но еще в один слой я его, когда наношу, он еще не четок. Ну, когда больше, я как какая-то бабка, честно говорю. Вот так этот цветной пигмент вокруг, а в серединке сам бальзам. Очень приятно пахнет. Ну, не навязчиво. Мне даже папа любит этот бальзамчик. Тот, который, правда, в самом светлом оттенке. Но у мамы есть. Папа даже пользуется. У него любовь к нему неимоверная. Почти дома по дому намажется и ходит. Да, так что даже у мужчин тот бальзам приводит в восторг. И вот такой бальзам от Флёр. Очень, кстати, такой мягкий-мягкий. Тоже ломается эта помада ужасно. Не знаю. Вот такая вот она. Более персиково-оранжевого оттенка. Очень кремовыми. Сильно... Ну, такая она мокрая аж эта помадка. Вот. Неплохо, кстати, тонирует губки. Но вот этот бальзамчик залазит во все складки. Если вы столкнетесь, я не советую, наверное, брать. Потому что все-все складки шелушинки видно. И он тоже особо увлажнение. От него не ждите. И последними продуктами, которые я вам покажу, это будут мои блески для губ. Так, давайте, наверное, начнем с вами из блесков от компании Avon. Это вот такой вот... Это, скажу вам, раритет. Это моя любовь. Я им не пользуюсь. Но храню его как память. Мне очень нравился этот блеск. Ну, после того, как у него вышел срок годности, конечно же, понятно, что пользоваться я им не буду. Был он вот такой в металлической коробочке. Розовый пион, оттенок. Ну, действительно, оттенок вообще суперский. Посмотрите. На этот цвет. Это вообще... Я не знаю. Меня он так приводил в восторг. Это мне когда-то купила его, мама подарила. Боже. Наверное, в классе 11 там была. Ну, да, это было и, наверное, 4,5 год назад этот блеск. Ну, это моя такая любовь непревзойденная была. Я его храню, конечно, именно для... Чисто для памяти. Следующим блеском от компании Avon будет вот такой вот блеск от Color Trend. Я его вам показывала буквально в прошлом, да, видео о покупках с пятого каталога. Вот такой он в коробочке шел. Его я пока оставила на лето, этот блеск. Вот такая у него... Сколько здесь? 6 миллилитров. Я думаю, его прекрасно хватит на лето. Оттеночек Sunset называется. Захит солнца. Он такой розово-оранжевый оттенок. Очень сладкий на губах. Кстати, тонирует наполовину губы. И очень классно пахнет карамелью. Да, очень такой аромат. Просто суперский. Вот, видите, вот такой вот оттеночек. Оранжево-розовенький такой. Даже, ну, не совсем, ну, как бы персик. Какой-то морковный такой. Более оттенок. Классный. Я, когда нам изюкалась на губы, я влюбилась в себя просто. Супер блеск. Пахнет супер. Стойкость тоже на липкость. Ну, так себе средняя липкость. Ну, я думаю, за такие деньги, такой суперский цвет, это можно простить. Следующим блеском будет вот такой розово-оранжевый. Так, с красниночкой немножечко. Видите, такой блеск. Не знаю, что за фирма. Тоже покупала его в магазине. Как говорится, у бабки у ларька. Ну, я шучу, конечно. Вот такой вот оттеночек у него. Со спонжиком. Приятно пахнет. Не липкий. Долго, кстати, держится. Подает такое вот лаковое покрытие на губах. Супер блеск. Мне нравится, честно. Даже то, что у него немножко уже начала портиться упаковка, обдираться, слазить, мне все равно. Но то, какой он дает эффект, суперский, короче. Я вам скажу. Вот. Следующим блеском будет это у меня от Арифлейм. Вот такой леди. От Марселя Маранжу. Это блеск с арбузиком обычный такой. Дает просто легкое, практически прозрачное покрытие. Слегка перекрывает, тонирует губы вот таким вот оттеночком. Блеск. Пахнет, да, классно арбузом, но на губах вот у него такое ощущение, какие-то песчинки, скрабинки там. И он вот это вот скрихотит по губах неприятно. Честно, что надоедает со временем. Так что, да. Больше не куплю, да пользую, но больше такого не куплю блеска. Ну, его тоже, не знаю, есть он или нет уже в Арифлейме. Не, не, не очень из-за этих скрабиночек. Да, и последний уже, это вот такой вот блеск от Garden Prestigion Sweet Kiss. Типа гламурный блеск для губ. Да, он действительно гламурный. Вот такой вот красивый, лаконичной упаковки. Это 65-й номер. Блеск такой на лето вообще класс. Мерцание дает мега просто. На губах он не перекрывает собственный цвет губ, но он их круто подчеркивает, я вам скажу. Мне нравится, тоже у него вот такой спонжик. Пахнет, конечно, так немножко таким дешевым блеском. Знаете, с такой какой-то лимонностью. Вот, ну, ладно. Запах его терпим, честно говоря. Но не навязчиво лимонный. И вот, видите, такая красивая упаковка. Здесь такие цветочки. Да, мне нравится. Красиво оформлено. Оформлен такой блеск. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось мое видео, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч. Пока-пока-пока.